Три года назад творческая интеллигенция Дакутплса заявила о необходимости строительства в городе современного летнего концертного зала. После длительных дискуссий было определено место, где может быть построена открытая площадка для проведения концертов и других культурных мероприятий. Нам нужны новые яркие впечатлительные объекты, объекты среды, новые здания, новые культурно-спортивные образования, те здания, которые приносят жизнь и приносят в конце концов деньги городу. У нас даже какой-то простой эстрадки нету, если вы не помните. У нас была такая маленькая эстрада в парке Дубровина. У нас была маленькая эстрада, кстати, и в этом же парке. И, ну, две такие маленькие сбитые доски были. И то что-то было. У нас даже нет таких эстрадок. В Вене и Баснамс готовят музыкальный август. Столкнулись с тем, что негде это все делать. Это музей, это пагалма в этом музейном дворике. Там стиснутся каких-то 20 человек. Несерьезно. Поэтому зачастую приходится отказываться от реализации целого ряда проектов, которые требуют наличия небольших летних концертных площадок. Айверброк отметил, что будущий летний концертный зал будет носить имя Оскара Строка, музыканта, короля танго, который родился в нашем городе. И не воспользоваться этим фактом для привлечения в город туристов именитых музыкантов было бы неправильно, отмечает Айверброк. Говорить о визуальном облике данного объекта еще рано. В ближайшее время самоуправление планирует объявить конкурс эскизов будущего концертного зала, на основании которого впоследствии будет разработан технический проект. И только после этого станет известно, сколько потребуется средств на создание такого объекта. Это концертный зал летний, именно наподобие концертного зала в Юрмале, то есть Дзинтере. То есть он в основном предназначен будет для летнего сезона. Реализация данного проекта позволит решить и вопросы благоустройства заброшенных территорий центрального городского парка. Здесь сзади меня такой архитектонический заброшенный пустырь, который годами, годами вот в такой среде, и это никого типа не волнует. Если мы здесь строим концертный зал, он занимает именно это место, которое он не займет весь парк, как я слышал, что вот вы хотите весь парк заняться своим концертом, играть свои симфонии, он займет только то место, которое сейчас заброшено. И как раз будет очень гармонично дополнять весь этот достаточно комплекс, ледус-хал, детский уголок, и теперь концертный зал, там может быть как кафе, это все может выглядеть очень здорово, если мы это сделаем. Но только в том случае, если никто не будет этому противодействовать, отмечает наш собеседник. Проблему в продвижении проекта он видит в нежелании исполнительных властей идти вперед. Три года мы бились друг с другом, и с своими коллегами, и с чужими коллегами, мы бились, и мы решили, что да. А что потом проходит? Это да уходит в исполнительные структуры, и это да где-то зависает. И он так висит, исполнительные структуры не могут дальше, не хотят, не могут, не умеют дальше двигать все это дело. Через месяц, если опять ничего не произойдет, я назову три, может быть четыре фамилии, почему это не происходит дальше. Почему все стоит на месте, почему это сложно, когда уже запрогнозированы деньги на проект, и когда в прошлом году все было готово, и в этом году вдруг кому-то надо было, а может быть нет, а может быть давайте какое-то основание, а мы как-то не поняли. Следует отметить, что единого мнения в вопросе строительства летнего концертного зала среди депутатского корпуса нет, и дискуссии на эту тему еще продолжаются. Карина Тункила, Лариса Кириллова, Александр Хлистов, телевидение ДАУТКОМ.